МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 февраля, вторник. Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. В школе распылили газовый баллончик. Пострадали несколько детей. Семиклассница госпитализирована. Она находится в реанимации 3-й городской больницы. Полиция начала расследование. Инцидент произошел в 71-й школе на улице Паустовского. Разбиралась в теме Ксения Терзи. Газовый баллончик, как предполагают в школе, распылил один из учеников между вторым и третьим этажами. После звонка дети вышли из класса. Почувствовали в коридоре странный запах. Все начали кашлять, рассказывает ученик 10-го класса. На уроке мы в классе ничего не чувствовали. Все было нормально. Но когда урок закончился, все дети повыходили. Учителя начали все для этого делать. Начали учеников звать быстренько всех в класс. Закрывали класс. Всех разгоняли по классам. Сразу после инцидента никто из детей на самочувствие не жаловался. Ученицей 7-го класса стало плохо уже дома. 12-летняя девочка помогала учителям эвакуировать остальных. Все было нормально. Девочка, Павлова Николь, которая сегодня, к сожалению, попала в больницу или жить в реанимации, ходила с нами, помогала. Мы начали сразу свое расследование школьное. Ходила с нами, помогала. Она в этот день была дежурной. Девочку доставили в реанимацию после 8 вечера в тяжелом состоянии. У школьницы началась сильная головная боль и тошнота. На следующий день семиклассница стала лучше. Кроме этого, у нее есть еще заболевание. Ее заболевание, которое она болеет с раннего детства. И, возможно, раздражающее действие этого газа повлияло на то, что ее обострилось, ее основное заболевание. Найти хулигана учителям самостоятельно не удалось. Педагоги обратились в полицию, где уже начали проверку. За фактом хулиганских действий, в результате яких хтось застосував слезогинну суміш в учебовом закладе середня школа номер 71, проводится перевірка поліцією Одеської області. На этот час перевірка проводится за фактом публикации в ЗМИ. Кроме того, сегодня правоохоронцы получили соответствующую заявку от керевництва учебового заклада. Перевірка на особистом контроле начальника отдела ювенальной превенции Виталия Капуляка. В школе будут разбирать этот случай на совете профилактики. Также отдельно будут общаться с родителями и учениками, что подобная ситуация не повторилась. Ксения Терзи, Виталий Прус, Думская ТВ. Добавлюм, за последние пять дней это уже четвертое происшествие. Липовый полицейский с винтовкой, распыление газа прямо в коридорах, грубые отношения к детям, поборы и нецензурная брань. На выходных из-за короткого замыкания тушили пожар в 20-й школе. Полиция обещает разобраться во всех инцидентах. Вход по паролям. Во всех школах Одесской области, где есть покрытие Wi-Fi, проверят доступность сети. Соответствующее поручение озвучил Максим Степанов. По словам главы региона, беспроводной интернет в учебных заведениях хоть и есть, но свободного доступа к нему нет. Из-за установленного пароля губернатор отметил, что Wi-Fi – это доступ к знаниям и современным технологиям. А на некоторые сайты можно поставить ограничения. Добавлю, на сегодняшний день 91 школа в области подключена к технологии беспроводного интернета. Детина, вона залишається в другом своєї домівки, в школі. Хочу подивитися той чи інший матеріал. Аби взяли пороги поставок і розвідувалися. Все, забезпечено. Кошти ми витратили на це все. Я не можу зрозуміти, це з радянських часів залишилось, коли замок ввішали на холодильник. Митинг под зданием мэрии. Одесситы выступают против сноса тысячи гаражей в районе аэродрома «Школьный». Территорию планируют застроить высотками на 50 тысяч жителей. С арендаторами гаражей общались наши корреспонденты. Это зона отчуждения. Дебаки – це вже взлітная полоса. Школьный аэродром, военная база і аеропорт неподалеку. Именно здесь ради строительства нового микрорайона планируют снести тысячу гаражей. На территории почти 300 гектаров хотят возвести сотню высоток, рассчитанных на 50 тысяч человек. Владельцы гаражей об этом узнали только от общественников. Вот сюда хотят переселить. То есть нас, сегодняшних одесситов, хотят ущемить по всем статьям, отобрать гаражи. Гараж – это же не просто машиноместо. Есть кусок земли, который можно прибрать к рукам и сделать там хозяевами. Арендаторы гаражей всерьез обеспокоены новым детальным планом. Ведь по многочисленным обращениям к горсовету договор на аренду земли с ними так и не заключили. Отписки были разные. Таким образом, горсовет вправе снести бесхозные строения в любой момент. Тем не менее, налог на землю пользователи платят постоянно. Вот сейчас мы подали документы, так как у нас есть это капитальное строение. Нас уже представили перед фактом тем, что идет детальная застройка района. Детальная застройка района вот сейчас обсуждается. Возможно, она будет, возможно, нет. Но опять же, оформление аренды земли притормозил горсовет. В гаражных кооперативах по улице Инглези оставляют свои машины жители всех соседних районов. Тем не менее, места машинам все равно не хватает. А вот коммунальщики уверены, что большинство гаражей используются не по назначению. А городу нужно развиваться. В этом помогут многоуровневые парковки. Порядка 20 тысяч квадратных метров занимает данная автостоянка. Это 800 машиномест. Все вот эти 800 машиномест можно расположить в случае строительства паркинга на территории тысячи квадратных метров. Все остальное можно использовать для и строительства и жилых квартаров, и магазинов, больниц, поликлиник, школ. Согласно детальному плану, в районе Инглези будет построена лишь одна парковка на 300 машиномест. Остальные три паркинга появятся со стороны Радужного. За развитием ситуации будет следить Диана Федотова, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Евросоюз не лишит Украину безвизового режима. В этом уверены в парламентской экспертной группе по европейской интеграции. Ранее представители ЕС заявляли, что из-за затягивания создания антикоррупционного суда Украине могут аннулировать безвиз. Тем не менее, в парламентской экспертной группе считают, что к такому шагу ЕС не прибегнет. В свою очередь, Верховная Рада и правительство должны договориться о приоритетах рассмотрения евроинтеграционных законопроектов. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Мы первыми расскажем о том, что происходит в городе и регионе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...